Итак, давайте начнем традиционно с пары евро-франк, по которой я вчера рисовал восходящий канал. Сказал, что более, скажем, приоритетный, если он пойдет, скажем, пробьется вниз и будет движение вниз. Потому что весь импульс, как бы вся сила импульса была направлена именно вниз. Но, тем не менее, вчера цена вниз не пошла, пошла вверх. Но здесь по пробитию верхней границы канала я даже не рекомендовал заходить, потому что, ну, как бы по технологии, вот, учитывая вот эти вот дополнительные колебания, идти в эту же сторону не следует. Вот, и здесь этот сигнал, по сути, я проигнорировал. Ну, собственно, и вам сказал тоже, что его принимать не следует, только при пробитии вниз. Поэтому стрелку туда и нарисовал. Но, в конечном итоге, вчера за вечер и за ночь сформировалась такая вот маленькая, но, тем не менее, с моей точки зрения, эта фигурка неудавшийся размах, которая пробилась сегодня вниз, вот, через линию поддержки в 6 утра. Ну, как бы в 7 часов утра это стало уже очевидно, потому что это цена открытия здесь свечи. Вот, строго говоря, кто не успел, собственно говоря, в 7, там в 8, вот в 9 утра это стало, можно было в 9 утра вполне зайти, потому что очень характерно именно для размаха движения. Вот, смотрите, в 8 часов утра вот эта свеча началась, и вот она практически на этом же уровне закрылась в 9 утра. То есть, вот, хороший был вход. Я просто чуть пораньше встаю, поэтому я зашел пораньше на этот размах. И, собственно говоря, можно было эту ситуацию расценить с точки зрения неудавшегося размаха, который, как видите, уже совершенно четко отработал, и здесь видите уровней сколько, да? Вот, либо с точки зрения нисходящего канала, у которого цель еще не доработана, 1.09.33. Но, с другой стороны, когда вот есть такие, скажем так, местного значения формации, и есть, видите, совершенно очевидные уровни, которые, в общем-то, ну, очень даже заметны, и понятно, что здесь есть уровень, намного надежнее. Если разница в профите совсем незначительная, а здесь разница в 8 пунктов, намного правильнее взять цель вот именно такую, то есть по уровню, а не по какой-то формации вот такой. Именно по этой причине я поставил профит чуть повыше, да, ну, как бы здесь неудавшийся размах, говорящий об этом именно профите, плюс, так сказать, канал, который говорит о профите ниже, но здесь как бы на пути стоит уровень. Поэтому я считаю, что данная формация и в том, и в другом смысле она отработала, отработала полностью. И, как бы, канал, и неудавшийся размах. Потому что, ну, как сказать, амплитудные, конечно, вот эти вот амплитудные цели, они хороши, но при этом нужно всегда помнить о том, что есть уровни, и уровни всегда являются, ну, намного более важным критерием для закрытия позиций, нежели чем какие-то амплитудные дистанции. Вот, поэтому я считаю, что данная ситуация отработала. Ну, так я просто ради прикола оставлю ее, потому что вероятность того, что дойдет все-таки цена до 0.933, она, ну, достаточно тоже высока. Но, учитывая, опять же, видите, что здесь есть линии поддержки, учитывая, что динамика нисходящего движения сейчас прям, ну, значительно выше, чем восходящего, я считаю, что движение нисходящее, оно здесь будет. Оно здесь будет. Поэтому, как бы, вполне достижима цель 1.0933 до сих пор, я так считаю. Ну, может, какой-то откат будет, а может, даже не будет. Ну, вот, в любом случае, из этой ситуации я уже вышел, и тут профит был. Вот, евро-доллар. По евро-доллару, несмотря на то, что, в общем-то, ну, я не сильно, как бы, рекомендовал торговать сейчас, особенно-то, ну, по крайней мере, торговать, я не говорю, не то, что нельзя, а, можно, но объемы уменьшать торговли, потому что, ну, сейчас рынки, в принципе, находятся в ожидании очень высокой волатильности. И такие вот, могут быть проливные движения и какие-то непонятные остановки, потому что, ну, по большому счету, все равно процентные ставки, которые могут повышение принять, могут не принять, это будет завтра, они, рынки, конечно, нервируют. До сих пор непонятно, чего и как, и вот сохраняется вот эта ситуация. Вот, смотрите, в часовом формате, я вчера показал, что есть, господи, как же он называется, есть зона консолидации, которой мы находились как раз здесь, я сказал, что может, если вверх пробьется, ну, идем как по зоне консолидации, если вниз пробьется, то будет фактически прямоугольник. И вот в итоге, смотрите, она коснулась опять верхней границы, потом пошла вниз, к вечеру уже пробила нижнюю границу, и, смотрите, ну, правда, тут и встала. Поэтому здесь, как бы, вход был, но, учитывая, что вот это вот просто стояние на одном месте, здесь нужно было выйти, как бы, здесь вот был выход. Однако, смотрите, цена откорректировалась и утром, как раз, там, 7 часов, 8 часов, смотрите, 9 часов. В 9 часов стало очевидным уже, что, видите, коррекция к пробитому вот этому вот, видите, уровню произошла совершенно отчетливо, и возникла свеча поглощения на фоне захода осциллятора стахастик в экстремальную зону. Вот. К сожалению, здесь не было такого вот очень интересного подтверждения, как дивергенция по осциллятору стахастик, вот на этой коррекционном, на этом коррекционном движении. Но вместе с тем, здесь было совершенно, видите, отчетливое перестроение в мелком формате, а в 5 минутки, смотрите, здесь видно, что есть даже, вот, видите, прямоугольник. Я не торгую на 5 минутках, как таковую торговлю не веду, но вот иногда, как в увеличительное стекло, можно посмотреть, каким именно образом происходят вот эти развороты. То есть, разворот это или все-таки это не развороты. Здесь совершенно было очевидно, что, видите, в 5 минутках произошло перестроение графика, и цена пошла четко вниз. Поэтому здесь был вход хороший, такой удачный, с коротким стоп-лоссом, вот, и, смотрите, полностью отработало вот этот весь диапазон. Вчера можно было буквально тут несколько пунктов взять, вот, ну, так уж, практически без убытки выйти. А сегодня все вообще было отлично, повторный сигнал после коррекции, и полностью вся эта зона в 40 пунктов, она была взята. Пускай даже небольшим объемом, ну, как говорится, все в кассу. Я уже сказал, почему я сейчас не рекомендую стандартными объемами ходить, и со стандартными рисками, потому что, ну, сейчас довольно-таки такая ситуация сложная на рынках, и в связи с этим я просто уменьшаю объем входов. По фунту доллару, вчера совершенно удивительно, что отработал, по сути дела, вот этот вот треугольник. Почему я говорю удивительно? Я его сам построил, но вместе с тем я ориентировался все-таки больше на пробитие его вверх, потому что здесь как раз, возможно, был выход как раз пятой точкой. И вот меня очень смущало в плане нисходящее движение вот это мощное, видите, восходящее движение, которое еще пока, ну, никак не скомпенсировалось. И поэтому я ожидал выхода вверх вчера. Но, тем не менее, смотрите, цена пошла вниз, и пошла не просто пошла, а пошла очень-очень агрессивно. И я здесь не заходил, но вот, тем не менее, просто как факт, смотрите, 72 пункта вот этого треугольника нисходящего. Вот сколько раз смотрю на это и все-таки убеждаюсь, что если просто даже не обращать внимания вообще ни на что, и просто, как говорится, тупо следовать технологии, то получается очень даже хороший результат. А если, скажем, применять еще кроме технологии еще какие-то ожидания свои к рынку, то, ну, как говорится, бывает всяко. Вот, поэтому, ну, что говорить, вчера, смотрите, 15-часовая свеча дала нам пробитие, и прям полетела, 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 и уже к вечеру все уже закрылось профитом. То есть уже в 9 часов вечера, в любом случае надо было закрывать, но тут и, в общем-то, был и профит. Я здесь сам не заходил, откровенно говоря, но вот как, скажем, как конструкция 4-часовая, это вполне отработало. Смотрите, и вход был такой хороший, видите, пробитие, и прям очень близко свеча закрылась к точке пробития уровня. Ну, то есть все было, в общем-то, красиво достаточно. Ну, тем не менее, бог с ней. Вот, по на доллару-франку, вчера тоже было пробитие 16-часовой свечой вот этого треугольника, но цена просто встала, и здесь не дала совершенно торговать, потому что, ну, как сказать, здесь просто стало очевидным, что цена вниз просто не пойдет. Ну, несмотря на то, что более, ну, более вероятным было именно нисходящее движение в данной паре. Ну, вот, как скажем, мои ожидания обманулись вчера и по британскому фунту, и по доллару-франку. То есть мои прогнозы, как таковые, не оправдались, несмотря на то, что то, что я расчерчивал, как будто по техническому анализу все оправдалось, а по моим ожиданиям не оправдалось. Ну, ничего страшного. Сейчас. Сейчас, строго говоря, здесь не вижу ничего, и, возможно, касание линии сопротивления, куда-то она после этого пойдет, сказать, трудно, довольно-таки трудно. Ну, я думаю, что очень может быть разворот, потому что так, чисто по волнам, если смотреть, смотрите, первая волна, вторая волна, третья волна, четвертая, вот, может быть, пятая. Куда уйдет пятая, то ли дойдет до линии, то ли пойдет дальше, сейчас пока сказать трудно. В общем, пока я здесь ничего не вижу, и я эту ситуацию, ну, попросту говоря, игнорирую. Ну, потому что, может быть, где-то здесь, в районе линии сопротивления вот этой четырехчасовой, может быть, и будет какой-то разворот в сторону, как бы, нисходящую. Потому что, ну, в общем и целом, как бы, стратегически я вижу, что здесь вполне может быть нисходящее движение. Ну, вот, пока, на данный момент времени, даже в часовом формате, даже в 30 минутам и 15 минутам здесь все достаточно непонятно. Опять же, я вчера рисовал, что здесь есть зона консолидации, да, которая может пробиться как вниз, так и вверх, но более вероятно вниз. Но, тем не менее, видите, вниз пробития не произошло, все пошло вверх и достаточно резко, как видите. И здесь входов просто, как бы, вверх не было никаких. Доллар-иена. При общей направленности, вероятности направления вниз, вот, цена просто ушла, видите, вбок. Стало мощное движение вниз, потом мощное движение вверх, ну, и, в общем, что-то здесь пока непонятно. Может образоваться здесь восходящий флаг. Может образоваться, может не образоваться. Будет или нет, сказать трудно. То есть, сейчас пока здесь об этом говорить рано. Ну, вот, сейчас цена находится на линии, как раз, сопротивления. И куда она от нее, то ли вниз пойдет, то ли вверх. Сказать трудно. Я, знаете, что посмотрел? Вот есть у нас, как бы, дневное движение, да? Вот, дневное движение. Если по свечам, оно выглядит вот так. Вот видите, здесь какая штука. Я просто ради интереса взял и вот в такой формат перевел. Вот, формат линейный. И смотрите, какая штука. Нисходящее мощное движение, волна. Потом, смотрите, симметричный треугольник. И вот, смотрите, если пробьется он вниз, вполне может быть в четырехчасовом формате симметричный треугольник. А может быть даже, как в контексте вот этого древка, даже и флаг перевернутый. И движение может вниз быть, ну, довольно-таки, ну, выраженным по доллару японской иене. Вот надо смотреть, как будет. Это не видно по свечам, такая штука. Но вот, смотрите, на линейном графике по ценам закрытия видно хорошо. Иногда, когда вот есть такие вот длиннющие тени, вот такие длиннющие тени, которые как бы картину маленько нарушают, есть смысл перейти вот в такой вид графика, чтобы посмотреть, какая конструкция именно ценами закрытия на рынке рисуется. Вот я это как раз и сделал. И вот при большей вероятности нисходящее движение в данной паре, я вижу, что здесь вполне может быть асимметричный треугольник или даже перевернутый. Это как бы флаг, ну, в виде треугольника, то есть вымпел перевернутый. Вот, австралийский доллар. Вчера австралийский доллар так и не дал никуда возможности зайти, то есть он, так сказать, не пробил здесь линию поддержки этого канала и обновил максимум. Что может быть сейчас? Сейчас цена находится совершенно отчетливо на линии сопротивления дневного или даже, так сказать, недельного формата. Ну, тут как бы, ну, больше, наверное, дневной формат. И от нее, в принципе, может быть разворот. Вот, что это за разворот? Смотрите, у нас есть восходящая тенденция, у нас есть две вершинки, и если цена сейчас не обновит ценовое закрытие телом, вот этот текущий уровень вершинки и уйдет вниз, у нас тогда, ну, можно, опять же, вот этот канал оставить, я его оставлю, потому что и он здесь тоже будет актуально, и с другой стороны может быть фигура двойная вершина. При пробитии, смотрите, вот этого уровня, сейчас я его обозначу, уровня 0.7083, цена может пойти как раз вниз на 83 пункта. И вот очень интересная такая будет ситуация для входа здесь. Но пока ее нет, я пока чисто просто предполагаю, что может здесь быть. Так, чуть поточнее построю линию, вот. Если быть точным, то все происходит вот именно так. Параллельные линии, чтобы были. Тут, конечно, каналом правильно строить, но я уж так, линиями, бог с ними. Вот, новозеландский доллар. По новозеландскому доллару какая-то похожая такая ситуация. Видите, все, цена двигается вверх, в таком восходящем канале 4-часового формата, вниз выпускают только тени. Последние, смотрите, раз, два, три, в общем, последние пять свечей не могут перебить никак уровень 0.6360. И в этой связи возможно уход вниз и пробитие нижней границы вот этого канала. И тогда вполне будет возможным уход в двойной канал. Это я вот как раз сейчас рисую, двойной канал. С достижением уровня 0.6285. Давайте я тоже вот так вот обозначу его. Конечно, приблизительно, но ладно. 0.6285. Где-то тут он может быть, потому что пробития не было, я промерить точнее не могу. Вот. Вот посмотрим, как будет двигаться здесь цена. Может быть вот именно такой расклад по движению. Доллар, канадский доллар по-прежнему не, с моей точки зрения, торговать нельзя, потому что он по-прежнему находится в диапазоне сужающейся, видите, пружины все сжимаются, сжимаются. Я думаю, что это будет до завтрашнего заседания как раз. И на завтрашнем заседании наступит развязка к всему этому сжатию. И, как сказать, возможно, процентные ставки повлияют на все-таки на ситуацию. И, с другой стороны, сейчас прошла информация о том, что президент Венесуэлы поехал в турне по странам, так сказать, членам ОПЕК и с инициативой каким-то образом стабилизировать цены на нефть. Потому что цены ниже 40, ну, мало кого устраивает, но, тем не менее, договориться стран никак не могут. Вот. И, поскольку колеблются цены на нефть, то, безусловно, это оказывает давление и на канадский доллар, и на все сырьевые, собственно говоря, валюты. Золото, кстати говоря, находится в нисходящем треугольнике. Я вот так вот обозначил этот треугольник. И сейчас как раз в четырехчасовом формате, видите, произошло пробитие в верхней границе этого треугольника, то есть линии сопротивления. И был дан, ну, я не знаю, как золото, конечно, на это... По золоту немножко технический анализ получается коряво, с моей точки зрения. Но, тем не менее, вот, ну, иногда отрабатывает, действительно. То есть сейчас дан сигнал и возможность ухода золота к уровню 1121.17. Учитывая, что может быть ослабление доллара, вот, в сегодняшнем дне, ну, по всем остальным валютам, я смотрю, ну, и в этой связи может быть укрепление золота против американского доллара. То есть движение вверх к уровню 121.17. Вполне может быть. Вполне может быть. Рубль в связи с налоговым периодом сейчас укрепляется, даже несмотря на, так сказать, нестабильные цены на нефть, на низкие. И вот, уж как к нему, опять же, технический анализ применить не знаю, но есть, смотрите, нисходящий канал по рублю, вот, который включился и может быть, ну, теоретически так, достижение уровня 64 рубля 50 копеек за один американский доллар. По евро-рублю тоже включился, только уже зона консолидации, тоже вниз, видите, рубль укрепился. И тоже возможно достижение определенного уровня 72, в общем, 73 рубля за евро. Вот так вот буду говорить. 73 рубля за евро. Вот так вот. 72,99, 73. Вот таким вот образом я вижу, так, текущую ситуацию. Видите, нефть, несмотря на ослабление цен на нефть, тем не менее, эти рубли укрепляются из-за налогового периода. Ну и, в общем-то, может быть, инициатива президента Венесуэлы, плюс, так сказать, может быть, непринятие повышения процентных ставок по, значит, Соединенным Штатам, может привести к некоторому ослаблению американского, позиции американского доллара в ближайшие дни. Ну, как это будет или не будет, я, честно, даже не знаю. То есть, я не загадываю, просто смотрю на рынки, как они к этому относятся. Посмотрим. Пока вот все, что я вижу из технического анализа, я вам доложил. Что сейчас, начиная работать с чатом. Виктор пишет, чтобы я на дым открывал ордера по своей технологии, чтобы потом смотреть, как оно отрабатывает. Так, господи, я вам все фигуры рисую, я вам рисую цели. Я вам рисую все. Или мне просто показать вам эфиры, свои реальные счета, как я на них работаю. По фунту дальше что? То есть, по моим технологиям, которые я рассказываю, я же показываю, как оно отрабатывает. Это же все со вчерашнего дня. Я не зря линии оставляю, не зря оставляю целевые все уровни и показываю, как, где оно работает. Вам смысл открывать ордера? Ну, допустим, я открою ордер. А если, допустим, я ордер не могу, я на работу прихожу позже, да, чем вот, когда нужно ордера открывать. Вот сегодня утром, например, был сигнал там по, я же показывал вам, смотрите, по евро-доллару. Вот сигнал в 9 часов утра поступил. А как я открою позицию по демо-счету на рабочем компьютере, чтобы вам это показать? Скажите на милость. По фунту дальше что? Спрашивает Николай. Я не знаю, что дальше по фунту. Честно, не знаю. Предположительно, предположительно, по фунту сейчас может быть движение к уровню 50%, то есть 54,88 или 55, 1,55, вот куда-то сюда. А потом может быть движение опять вниз, как бы за американский доллар. Может быть. Как будет, честно, не знаю, вот такое движение, какое здесь было, очень мощное, нисходящее. Сейчас, видите, было вчера нисходящее, сегодня опять мощное, восходящее. Ну, ожидание о новосте по ФРС, и вот это просто болтанка идет такая, нестратегическая. Я думаю, что все-таки он вполне может подняться к уровню 50% Фибоначи от предыдущего падения. Так. Отложенные ордера можно выставлять и профит, и лос. Мне кажется, фунт тоже в симметричный треугольник уходит. Это по какому формату, Сергей, симметричный треугольник? По дневному, по четырехчасовому? По какому? Вы знаете, коллеги, я в отношении открытия ордеров, у нас же здесь не, как бы сказать, у нас здесь просто, даже вот такой вам, сейчас включу дисклеймер, который я всегда обязан включать, по долгу службы. Вот в нем все написано, почему я никакие ордера не открываю, даже на дымо-счете. У меня нет задачи вам слать какие-то сигналы, у меня нет задачи вас прям заниматься непосредственно обучением торговли, где входить, где выходить, почему и как. Я просто рассказываю о своих взглядах на текущую ситуацию на рынке, исходя из своих торговых технологий, о которых я говорю постоянно. Но об этих технологиях я говорю, конечно же, на семинарах. Ну, не на обзоре, а на обучающих семинарах, обо всем этом я говорю. У вас есть прекрасная возможность все это проверить, все мои, так сказать, взгляды, все мои технологии, разобраться в них, отработать их на дымо-счете самостоятельно, получить по ним статистику и просто наблюдать, как я их применяю во время обзоров, во время анализа и торговать самостоятельно.